Если вот брать ситуацию в Украине, вот очень показательно, конкретно, знаете, на примере. Вот вы говорите со мной на русском языке. Я говорю на русском языке. Я думаю, я знаю украинский, но русский мой родной язык. Аналогично. Аналогично. У нас уже закреплено в законе дискриминация русского языка. Уже дети, которые пойдут в школу, они не будут иметь возможность знать тот язык, который для них родной. Уже с первого обслуживания будут штрафовать за русский язык. У нас уже есть молный омбудсмен, который должен следить за тем, что нужно всем разговаривать на украинском языке. Это не я придумал. Это уже факты, которые зафиксированы в наше законодательство. Я всегда говорю и вам повторю. Я родился и прожил жизнь в русскоязычном на 90% в Киеве. Ну, таким он был во времена моего детства. Он был русскоязычным городом. При этом я очень хорошо знаю украинскую мову и еще в детстве имел первые места на районных олимпиадах по украинской литературе и писал сочинения в стихах по-украински. Прекрасно. Замечательно. Я говорю о том, что у нас должна быть еды на державном мове украинска. Да ради бога. И я говорю о том, что не надо ущемлять русский язык и прочие языки. Так его уже ущемляют в законе. Ну, где же ущемляют, если мы с вами говорим по-русски, если я веду свои программы в ютубе по-русски, если я дома общаюсь и на улице по-русски, а хочу общаюсь по-украински. И жалею, что не знаю английский. Даже недавно был конфликт касательно квот на телеканалах, касательно украинского мова и все. И очень маленькая квота на русский язык. И то, что мы сейчас говорим на русском, это лишь потому, что у нас абсолютное большинство программ вынуждены вести на украинском языке. Потому что это законы. Я говорю по-русски. Секундочку. Потому что мне так удобнее. Это понятно. Но если вот брать какую-то серьезную программу многочасовую, тут уже будут проблемы, потому что надо считать по лицензии, чтобы не отобрали. Иначе, если вот там превысить квоты, отберут же лицензию на телеканал. Дмитрий. Если вот даже вот на примерах, вот я думаю и говорю по-русски. Вот у меня в школе никогда не было русского языка. Вот вы удивитесь, но вот даже вот давно еще, когда я школу заканчивал, вот даже тогда не было. Вам украинский помешал чем-то? Вам помешал украинский чем-то? Он не мешает абсолютно ничем. Но то, что мои дети в школе говорят по-украински, это что плохо? Нет, я сейчас говорю конкретно за дискриминацию. Вот есть факт. И мне пришлось русскоязычному учить русский свой родной язык самоучкой. Это нормально в стране, где большинство говорит на русском языке, говорит и думает. И это объективно, что у нас в Украине дискриминация русского языка. Особенно сейчас, даже когда потенциально человек не может получить образование на русском языке. Как называется наша страна? Украина. А как называется в Швейцарии страна, если там 3-4 языка? И что? Это разве аргумент? Я бы за то, чтобы у нас тоже 4 языка было. Как вы к этой относитесь? Как вы к этой относитесь? Я не вижу дискриминации. Я говорю по-русски везде, где хочу. Газета Бульвар Гордона, которая до недавнего времени я руководил, она издавалась по-русски 25 лет. Самая тиражная газета Украины. Я программы веду по-русски. Тогда еще квоты не ввели. Я программы веду по-русски. В Ютубе. На телевидении я выступаю на канале Украина 24 и на канале Наш по-русски. Как гость. Как гость. Ведущий, вы бы уже так не повыступали. Но я повыступал по-украински. А что, у меня нет антагонизма к украинскому языку? Причем здесь? У меня тоже антагонизма нет. Я хочу справедливость, я хочу равенства. Если у нас половина населения говорит и думает по-русски, я не понимаю, почему эта дискриминация у нас в Украине закреплена законами. Я вас испугаю. У нас больше половины населения говорит и думает по-русски. Я это тоже знаю. Да. Но там это спорный вопрос. Но у нас есть государство, которое в опасности. Оно называется Украина. Я считаю, что единственная украинская, единственная державная, мова державная, повына будет и украинская. То есть, если на русском, то Путин нападет? Нет. А как? Нет. Нет. Для меня русский язык не язык Путина. Тогда в чем логика? Это язык Достоевского и Пушкина. Это понятно. Совершенно правильно. Логика моя в том, что страна называется Украина и в ней должна быть едина украинская державная мова. Что делать с Америкой? С Америкой? Переименовать. А почему Америку переименовать? Ну, в Англии. Там же на английском говорят. Кстати, и на испанском. Ну и что? Ну, так у нас же Украина страна. У меня есть вообще предложение, которое я многократно озвучиваю. Пока в Украине средняя зарплата не будет тысячи долларов, к вопросам языка, религии и национальных героев не приближаться. Это понятно. Но уже дискриминировали русский язык. Вас дискриминировали? Конечно. В чем? В сфере обслуживания вот уже нужно будет общаться только исключительно на украинском языке. Перестаньте. Везде документы, я не могу подать на русском языке, нужно на украинском. А вас это напрягает? Меня? Да. У меня любое ограничение, нарушающее Конституцию, оно напрягает. А эти законы, они напрягают, потому что они дискриминационные. Дмитрий, смотрите, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Абсолютно. Я говорю, на каком языке я хочу, когда хочу и как хочу. То есть моя хатастрофа пока не тронет конкретно вас, вы позицию свою не поменяли. Но меня не дискриминировали. Вы меня спросили, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Я общаюсь так, как я хочу. И я уважаю украинский язык. Я считаю, что он должен быть единой державной мовы. Ну что я могу сделать? Это мои убеждения. Хорошо, давайте пока у нас... Это вам говорит русскоязычный человек. Я понимаю, что пока конкретно вас не коснется. Я так понимаю, что вы даже против того, чтобы ваши дети изучали русский язык в школах. Правильно? Ну это же логично. Не против. Не против? Нет. Не против. И английский, и французский. У меня дочь знает пять языков. Таких там не будет. Ну и что? Пять. Совершенность. Или вы репетитора наимаете? У вас же много детей там просто... Пять языков знает девочка в совершенстве. И украинский в том числе. Ну в чем проблема? Ну я понимаю, законы про языки, конкретно как они на школы повлияют. Вы не читали... Смотрите, мне очень важно, что я такой бовдур и знаю всего два языка. Русский и украинский. Мне очень жаль. Я за границей чувствую себя придурком. Я за то, чтобы люди росли мультикультурными. Вы же не будете отрицать, что по нынешним законам там предусмотрен штраф, если сфера обслуживания или чиновник будет с вами говорить на русском языке. Это есть. Значит, это глупость. А у нас получается какая штука? У нас есть суржик, на нем говорит тоже полуукраина. Дмитрий. Вот почему вот с вашей точки зрения, вот тем, кто на суржике говорит, нет штрафа, а тем, кто на русском говорит, есть? Хороший вопрос. Если вы думаете, что у нас совершенные законы, это не так. Если вы думаете, что в наших законах нет глупости, это не так. Если вы думаете, что перегибов мовных в том числе нет, это не так. Так вы выйдете против этих перегибов на акцию протеста со мной, под Верховную Раду, чтобы требовать, чтобы отменили эти перегибы. Да или нет? Нет. Понятно. Объяснить почему? В принципе. Объяснить почему? Попробуйте. Потому что меня они не касаются, я не считаю себя дискриминированным. Моя хата с краю. Смотрите, моя хата не с краю, когда я вижу угрозу. Вот когда я увидел угрозу, когда монобольшинство инициировало закон о медиа, угрозу для медиа и для себя в том числе, когда комиссия, как она называется, могла решать, какой блогер хороший, какой плохой, и могла ограничивать ютуб-каналы на территории страны. Вот тут я поднял хай и начал мощно говорить то, что думаю. А здесь я не вижу проблемы. Ну не вижу ее. Я вам искренне говорю. Увижу, начну говорить. Я думаю, очень интересно будет вам проанализировать систему образования в маленьких странах, которые вечно недовольны. Это Эстония, Литва, Латвия. Потому что они тоже везде поисключали русский язык, потому что иначе Путин нападет. И сейчас они не имеют конкурентного преимущества для того, чтобы работать с русскими. Вы Путина любите, скажите. Я? Нет. Причем тут Путин вообще ко мне? Мне показалось, что вы любите Путина. Я просто, знаете, я за справедливость, и все же познается в сравнении. Поэтому я вот хочу понять, и когда мы в диалоге показываем нашим зрителям то, что происходит, вашу позицию, мою позицию, вы приводите свои аргументы, я свои. И это прекрасно на самом деле. Согласен, абсолютно.